Всем добрый день! Сегодня снова с вами я, Эльвира Барякина и справочник писателя. Тема нашего сегодняшнего занятия – это план для нехудожественной книги. Очень часто мы можем услышать от начинающих авторов, которые давным-давно сидят и вынашивают идею, я хочу написать книжку. Так вот, они говорят, а у меня нет времени, или я не знаю, как себя заставить для того, чтобы начать писать. И вообще с вдохновением у нас как-то тоже все очень-очень грустно. Некоторые начинают писать, но вот как-то не могут никак закончить. А некоторые сидят и думают, что ну ладно, закончу, а дальше что? Я столько труда положу, а толку-то вообще никакого, или может толку будет слишком мало, наверное, я ничего не буду писать. Чем у нас все это дело кончается? Ну, тем, что вы на самом деле не достигаете своей мечты. У вас не появляются новые возможности. Вы не выстраиваете свой бренд, у вас не появляется собственного проекта и вообще не получается вырастить то, что имеет значение в современном мире. То есть, что такое книга? Это объем знаний и это манифест вас как эксперта в какой-то области. Так вот, если вы этого себе не сделали, если вы не оформили собственную презентацию в виде книги, то вы никогда не вырветесь на определенный уровень, когда вам будут платить хорошие деньги просто за то, что вы обладаете вот этим набором знаний. Или же, если у вас речь идет не о знаниях о влиянии, то тогда вы не добиваетесь этого влияния. То есть, всегда нам надо смотреть на чаши весов. Мы либо получаем что-либо, либо не получаем. Готовы вы не получить и как бы жить дальше обычной своей жизнью? Ну, хорошо, ладно. А моя сегодняшняя речь будет обращена к тем, кто в принципе готов сделать серьезный шаг и чего-то достичь. Вы знаете, что на самом деле помогает закончить, вообще довести до ума какой-либо сложный проект? Это если вы себе четко представляете на самом базовом, на эмоциональном уровне, от чего вы собственно хотите. То есть, здесь нужно просто посмотреть правде в глаза. То есть, вы сами формируете эту правду, вы ее моделируете, то есть, своими собственными руками выстраиваете. Итак, вот вы дописали книжку и что? И вы выстраиваете цель, которая должна быть успешной. Не вот, что я там написал чего-то и выкинул и забыл. Нет. Что изменится в вашей жизни в положительную сторону? И если вдруг вы по пути туда, к этой цели, у вас будут какие-то ошибки или неудачи, ничего страшного, потому что эти ошибки и неудачи всегда можно исправить, всегда можно что-то переработать. Самое главное не сойти с дистанции, потому что если вы сошли, все, вы неудачник. Если вы не сошли, вы исправили все косяки, вы достигли своей цели. Так вот, какая это цель? Просто опубликоваться? Замечательно, чего бы нет. Создать на основе своей книжки интернет-проект? Супер, здорово. Выстроить бизнес? Отлично. То есть, вам нужно себе представить, от чего должно измениться в вашей жизни. Привожу пример, как всегда привожу пример на себе, потому что на себе легче, потому что я знаю, что у меня в жизни происходило. Вот смотрите, когда я свою книжку опубликовала, вот свою знаменитую книжку «Справочник писателя», что у меня это дало? Ну, я экспертом стала, позже ты мой. У меня появился мой собственный проект «Справочник писателя», и я опубликовала эту книгу в издательстве, которая называется «Университетская на минуточку книга» в школе издательского бизнеса. То есть, у меня статус моего эксперта повысился, я уже который год просто зарабатываю очень-очень неплохие деньги, просто будучи консультантом и будучи преподавателем литературного мастерства. Вот. То есть, написание книги привело именно к тому, что у меня появились деньги, и деньги, в общем-то, очень-очень неплохие. Вот теперь давайте смотреть, что у нас произойдет в жизни какого-либо профессионала. Ну, допустим, главного бухгалтера, который суммирует весь свой опыт, все свои знания, и он собирает все это в книгу, пишет эту книгу, он становится экспертом. Что он делает дальше? Он со своей книжечкой уже может выступать на конференциях. А если у него есть книжечка и конференции, если его люди в индустрии знают, зарплатка-то у него какая будет? А еще он может быть консультантом, а еще он может оказывать какие-то побочные услуги. То есть, у него просто его уровень жизни растет на дрожах. Если вы, допустим, парикмахер, и придумали, что вам обязательно нужно создать такую книжку-арт-бук, фотоальбом с вашими прическами, супер, вот к вам клиент приходит, вот есть парикмахерша обычная, а вот есть человек-парикмахер, у которого аж целый фотоальбом с его прическами есть. Вы кто после этого? Эксперты. Об этом можно говорить на сайте, об этом можно трубить во всех утюгах, которые только у вас существуют. Вокруг книги можно создавать движуху. То есть, в ваших социальных сетях вы будете рассказывать о том, что вот сел, пишу, вот у меня какие-то достижения, вот я книжку написал. Опять же таки, все это вместе взятое создает вокруг вас некую ауру, которая является притягательной. Люди обращают внимание на других людей, когда те дельцы энергии. Если у вас есть свой проект, вокруг вас возникает такое как бы электричество, что ли, если вот так условно назвать. И это является интересным. В вашей жизни что-то происходит. И это важно. В особенности, если вы сами полны энтузиазма по поводу своего проекта. Сами себе честно отвечаем. Я хочу написать книжку, чтобы что. Я хочу быть экспертом. Или же я хочу написать электронную книгу, которую я смогу потом раздавать своим читателям на своем сайте. И они будут за это давать мне свои имейлы. Так у меня появится моя имейл-паза. Или же я хочу нарастить аудиторию, которая будет составлять коллеги или партнеры, или же какие-то ученики. И таким образом я буду повышать свой собственный социальный статус. Или я буду развиваться в своей профессии. То есть у вас должно появиться какое-то видение себя, когда вы достигаете своей цели. Эти цели могут быть продиктованы как вашими личными задачами, например, я хочу развивать свой бизнес, так и желанием дать людям что-нибудь. То есть тут мы делимся знаниями. И вот помня об этих причинах, мы как раз и будем себя мотивировать на то, чтобы продолжать работу. Дальше нам нужно сделать следующее. Нам нужно собрать все технологии писательские, которые помогут нам написать книжку быстро. Ведь если у тебя нет плана, ты просто идешь там наобум и делаешь кучу ненужных лишних движений. Зачем тебе это нужно? Не надо так делать. Надо собрать все, что вы только можете полностью приготовиться. Изучить какие-нибудь курсы. Например, вот курс известный писатель на нашем сайте справочник писатель. Найти, может быть, какие-то другие учебники, если вам другие учебники больше подходят. В любом случае вооружиться надо. То есть прежде чем мы отправляемся в бой, у нас должно быть оружие, у нас должен быть конь боевой, у нас должен быть сухпоек какой-то, чтобы мы там не загнулись в дороге. Ну и желательно живой водички какой-нибудь на случай ранения приберечь. И вот, все, мы готовы, мы поскакали. Теперь нам обязательно нужны точные даты, точный план. Что это из себя должно представлять? Берем календарик. И в календарике, в своем телефончике или на компьютере, или если вы пользуетесь бумажным календарем, ну возьмите календарик, введите там циферку красным и напишите там 15-20. Я пишу книгу 20 минут. Если не хотите ручками писать, ну тогда возьмите диктофоны или возьмите там какую-нибудь программу аудиозаписывающую и просто надиктовывайте себе идеи. И вот так, постепенно, шаг за шагом, согласно тому, чему вы обучились, то, что вы изучили, вот все эти технологии писательские, вы просто по шагам разбиваете весь свой план и его вставляете в свой календарь. И четко прописываете вот такого-то числа, я занимаюсь вот этим, с такого-то времени по такое-то время. Все запланировали, у вас все понятно. И вы это время уже не загружаете ничем посторонним, потому что это для вас важно. Если вы не будете над этим работать, если пойдете телевизор смотреть или там с подружками кофе какой-нибудь пить, ну все, значит, эта часть жизни у вас будет потерянный разговор с подружками за кофе. Вам оно надо? Смотрите, есть еще какая классная идея. Вы в своем календаре можете выбрать какое-то количество дней, за которые вы обязуетесь написать эту книгу. Вот сами себе говорите, вот допустим, там с первого числа по 30-е, вот за эти 4 недели я точно напишу свою книгу. И напишите конкретно планчик. Вот в этот день я делаю вот это, вот это, вот это и вот это. Самое главное тут быть реалистичным и понимать, что ты можешь надиктовать что-то на диктофон, допустим, за такое-то время. А можешь написать. Ну кто же знает, сколько времени у вас берет именно написание ручкой. Если же у вас такая вот ситуация, что писать вообще просто не получается, то есть знание-то в голове есть, а писать вам трудно, делайте по-простому. Опять же таки записывайте все в аудио, потом идете на какой-нибудь сайт типа фриланс.ру, нанимаете там человека, который вам сделает все это, просто расшифровывает ваш текст. И у вас появляется в результате готовый законченный текст. После этого вы его либо сами редактируете, либо опять же нанимаете какого-нибудь человека на фриланс.ру, который вам из этого такого достаточно непричесанного текста создает что-то более-менее серьезное и понятное. А что нам делать, если времени ну вообще нет? В этом случае мы просто проводим трезвый анализ того, чем мы занимаемся в течение дня. И вот тут мы можем столкнуться с интересной штукой. Нам придется что-то сдать, нам что-то не нужно в нашей жизни. Опять же, берем и трезво взвешиваем. Мне обязательно нужно смотреть какой-нибудь сериал. Или я могу обойтись без этого. И это время отдать на цель, на какое-то занятие, которое действительно будет иметь влияние на вашу дальнейшую жизнь. Никто не работает с утра до вечера, там 24 часа в сутки. Нет, так не бывает. У нас всегда в жизни есть место фигне. Так вот эту фигню надо заменить на что-то более полезное. Вернейшие кандидаты на вылет. Это бесполезные телефонные разговоры, бесполезные контакты, когда перетираются какая-то информация с приятелями или же с родственниками. Мы можем просто объяснить, чувак, извини, но у меня по плану сегодня книжка, я ее пишу. Ты ни в коем случае не обижайся, дело не в тебе совершенно. Просто в моей жизни наступил период, когда я должен это сделать. Если не сейчас, то когда? Ну вот дальше и двигаемся, то есть пишем план, создаем примерные наброски, что у нас будет в каждой главе и проводим какое-либо исследование, если нам это исследование нужно. Дальше пишем непосредственно текст, либо же его надиктовываем и потом расшифровываем. После этого редактируем, после этого просматриваем еще разочек, чтобы у нас все было в порядке, подготавливаем рукопись к печати. О том, как делается печать, это отдельная опять же таки тема. У нас она в курсе «Известный писатель» полностью раскрыта, если хотите, смотрите. А ваша задача сейчас заключается только в том, чтобы сесть и начать писать. Вот так все просто. Но если вы напишете фигню, то это гораздо-гораздо лучше, чем не писать вообще. Потому что вы тем самым, даже если у вас ни одной ценной мысли нет, и все предложения там как дрова вообще выглядят, на самом деле даже самый ужасный черновик, по крайней мере, можно отредактировать. А во-вторых, у вас появляется еще привычка писать, привычка к творчеству, к работе. У вас уже не будет вот этих вот беспомощных писательских затыков, когда вы сидите, просто моргаете и смотрите в пустой экран, и думаете, о, блин, я не знаю, что писать. Когда у вас есть привычка, такого просто не бывает. Маленькие полезные трюки. Сначала пишите, потом редактируйте. Когда вы пишете, вообще не думайте о том, красиво это написано, некрасиво это написано, без разницы вообще. Потому что самая главная задача для книжки нонфикшн, для нехудожественной литературы, это вообще хоть что-нибудь написать. Поэтому забывайте про всякие ошибки, корявости и прочее-прочее. Если что, редактор поправит. Редактора ТВ можете нанять, но человека, который залезет вам в голову, вы никогда не наймете. Поэтому книжку, собственно, придумывать, писать придется вам самим. И еще один полезный совет. Используйте технику помидора. Что это такое? Ну, вы помните, наверное, видели все такие таймеры, которые в виде помидорчика, которые можно завести на 20 минут. Так вот, технику использования этого таймера предложил еще Франческо Черилло в конце 80-х годов. Техника предполагает разбитие задач на 25-минутные периоды, которые называются помидоры, которые сопровождаются коротким перерывом. То есть, что у нас происходит? Вы сначала определяетесь с задачей, которую будете выполнять. Потом ставите свой таймер-помидорчик на 25 минут. Работаете, ни на что не отвлекаетесь, пока таймер не прозвонит. Если вам надо что-то записать, ну, берете, быстренько записываете и опять возвращаетесь тут же к работе. Потом, после того, как таймер звонит, делаете краткий перерыв 3-5 минуток. И после этого опять возвращаетесь к своей работе, вот к этим 25-минутным маршем-броскам таким. А после каждого четвертого помидорчика делаете длинный перерыв на 15-30 минут. Можно просто полежать с закрытыми глазами или там отжиматься, попрыгать, кому что больше подходит. Кстати, для телефонов существует масса приложений, которые как раз занимаются такими отчетами времени. Или можете просто ставить таймер на собственном телефоне. Результат – у вас появляется собственная рукопись нехудожественной книжки, которую можно превратить во что-то стойщее. Мы ради этого и стремимся к чему-то, к заветной цели. Мы ради этого и работаем. Надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, вы все-таки сделаете то, что надо сделать. И будете развиваться дальше, дальше и дальше. Еще разочек напоминаю, кому интересно и кому хочется посмотреть на наш курс «Взвестный писатель», вы всегда его можете найти на сайте «Справочник писатель». Там у нас все лежит, все есть. С вами была Эльвира Борякина. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok